здравствуйте в эфире телеканал и все общественно-политическая передача актуально сегодня я ведущийся нам за в гости сегодняшнего выпуска в студии с нами будет руководитель антического отдела ств заслуженный журналист из графа и гусей файк мой вечер добрый добрый а по зуму с нами будет общаться депутат парламента заводом россии массовик просим алим здравствуйте как слышите раз порядке спасибо ради вами интересовался что именно будем обсуждать начнем конечно же с того с такого момента дело в том что несколько дней назад в новой калейдоне начались редакции протеста но там их называют сторонники независимости во французской прессе их называют несколько по-другому и вот ситуация такая что франция вводит туда дополнительные полицейские силы там тикток там забанили у них чтобы они утверждают чтобы именно по линии этого тиктока там что-то пропаганда идет какая-то в общем ситуация в новой калейдоне напряженная франция перебрасывает туда силы и надо сказать что но они протестуют против там изменения законодательным который даст гражданство тем людям которые живут чуть больше десяти лет новой калейдоне вот коренное население новой калейдоне считает что таким образом франция меняет демографию это на самом деле так потому что эти новые люди они как бы не родились они там мигранты и таким образом франция меняет вот соотношение людей которые выступают за независимость данном случае коренной народ и тех которые приезжают то ли из франции или под французским патронажем которые как бы хотели бы остаться в составе франции но все это вроде как очень далеко я даже по карте посмотрел 1300 600 километра 13600 километров от баку находится новая калейдон но произошло неожиданное глава мвд франции выступил говорил на эту тему и сказал что это не фантазия вот я его цитирую это не фантазия я сожалею что некоторые сепаратисты пошли на сделку с азербайджаном то есть он обвинил нас в том что там происходит на это последовало сразу реакция мид азербайджана здесь говорят что еще раз решительно осуждаем оскорбительные высказания французской стороны в адрес азербайджан и требуем прекратить клеветническую кампанию против нашей страны сопровождающей такими недопустимыми обмене как массовое убийство армян и тогда они там подобно во первых и россии мадам что происходит что происходит почему так получилось что то территория которая расположена в 13600 километров от азербайджана франция увидела где-то там нас ну и вообще-то будет честно говоря мы воспринимаем францию как ведущую страну европейского союза ядерную державу и вдруг она жалуется на нас я даже не знаю что подумать ну что тут мельчает политический класс франции единственный у меня ответ более или менее но мне кажется правдоподобным потому что ну да мы показываем политическую поддержку движению значить неоколония низма потому что возглавляли движение не присоединение это являлся может быть основным вопросом в свое время в повестке движения не присоединение ну приезжали они сюда но действительно ожидать что у азербайджана нет флота военного нет скажем военно-воздушных сил способных ну доставать находящиеся в 13 с лишним тысячах километров от азербайджана какие-то острова у нас там нет экономических каких-то интересов у нас там нет возможности финансово проникать как-то на территорию вот этой французского сейчас заморского департамента и выходить делать подобного рода объяснение что это азербайджан там что-то какую-то сделал поступил ну это просто говорит о том что ну человека лучше заняться чем-нибудь другим а не занимать пост министра внутренних дел франции ну какой президент такой у него и министр лучше я могу на это ответить потом вы как видите вот в россии вам скажу что человеку нечем заняться нет вообще что они испытаются какой-то промах с их стороны что-то не доделали и вышли самое умное что им пришло в голову а давайте скажем что это азербайджан да вот вам секции во всех дурацких ситуациях они должны выйти сказать что это азербайджан так что вы понимаете тут конечно вопрос такой большей степени даже я бы сказал риторический дело в том что когда вот в баку был саммит стран неприсоединения и когда вообще в конце вот этого принимали бакинскую декларацию как раз таки заморской колонии франции они вот как раз подключились к этой бакинской декларации дело в том что азербайджан действительно на сегодняшний день мире представляет из себя одну из ключевых игроков как ни парадоксально ну вы сравнили что франция ядерная держава то есть мы с ними уже стали в один ряд скажем так даже не имея ядерное оружие сами затягивают в один ранг это какой-то степени даже я бы сказал для нас хорошо да вот ты недоумеваешь от всего этого да с другой стороны хотел бы особенно отметить то что ну россия марин тоже правильно сказал то что политика мельчает это даже хороший показатель для некоторых европейских стран но я неоднократно из этой же студии говорил что есть политики которые вообще не соответствуют своим занимаемым должностям а с другой стороны хотел бы особенно отметить то что сегодня мире идет такое вот движение освобождению от цепей скажем так колониальных да вот в этом плане и президент азербайджана неоднократно говорился 21 веке нельзя говорить о том что смешно даже говорит о том что некоторые народы вообще напрямую являются узурпаторами других народов и в этом плане конечно франция никак не может от своего я бы даже сказал плачевного прошлого отказаться ну я думаю что рано или поздно эти народы так или иначе приобретут независимость это будет полноценным шагом и они увидят хорошие плоды от этой независимости то что франция делала в течение нескольких лет я бы сказал даже особенно после нашей победы во второй карабахской войне это лишь раз говорил о том что франция сама по себе не является справедливым справедливым государством и его позиция конечно должна была так или иначе быть скоординирована с нормальными странами дал те которые всегда вот действительно говорили о том что азербайджан имеет полное право на то чтобы возобновить свой суверенитет на всей своей территории но франция вела себя немножко по-другому видите вот это уже другая другой конец палки другой конец дубинки который франция как раз таки я бы сказал так расплачивается потихоньку но мы я думаю что очень скором времени увидим какие-то другие результаты и мало не покажется да ну вот и вы понимаете файл вы сейчас сказали что надеетесь или там утверждаете данном случае что рано или поздно не ставят независимы это это когда очередной повод чтобы там глава мвд франции или кто-то еще выступит с обменением ваши в наш адрес но я был давай дело в том что эта территория находиться в списке который утверждал свое время генеральная ассамблея оон стоит территории подлежащий деколонизации вот в чем суть это не потому что азербайджан этого это вдруг захотел и потому что у нас плохие отношения с францией или наоборот это вопрос который решал не азербайджан азербайджан поддерживает борьбу в этом смысле как председатель или сейчас настоящее время в тройке сопредседателей движения неприсоединения но ведь пускай этот министр внутренних дел положит на стол факты он ведь ни одного факта на стол но но он говорит я я исхожу из того что я исхожу из того что он все-таки они говорят если позвольте я заявление нашего мида хотел бы зачитать и у меня будет отдельный вопрос по этому поводу я хочу чтобы и зритель понимал тональность как мы им ответили да уместнее было бы в это говорит айхангадж задаю он говорит что уместнее было бы что министр внутренних дел франции вспомнить историю преступные преступления против человечества совершенно на протяжении многих лет против коренных народов в рамках колониальной политики его страны а также зверские убийства миллионов невинных людей на ряду с этим вместо того чтобы обвинять азербайджан поддержки находящихся проходящих в новой календонию протестов сторонников независимости министр внутренних дел франции следует сосредоточиться на провальной политике своей страны в отношении заморских территорий которая подпитывает такие протесты да ну как бы айхангадж задаю но посоветовал в принципе как раз 7 альбом гор что заняться делом своим делом своим делом голове мвд вы знаете я все-таки не уверен что вот такого рода заявление из азербайджана они будут в восторге во франции это все услышат они даже вообще оказались очень ранимыми очень эмоциональными в этом плане и с учетом того что наши отношения с францией они в настоящее время благодаря правительству франции деградировали ну худшие отношения за все периоды их существования вот вы все-таки ждете что париж понимаете как от заявлений если уж они в голове у себя устроили картину что вот это мы там за более чем 13 тысяч километров что-то там делаем они начнут против азербайджана еще что-то делать на себя ну во первых аплодисменты конечно мы из парижа не ждем и говорит это все французский министр не предъявив никакие факты но суть его заявление заключается именно в том что он как бы пытается играть на опережение потому что сейчас французские власти ведут себя на этом острове как варвар они там же убитые люди туда вводятся войска там значите ну близко хаоса ситуация и понимает что французские власти что их вот такое поведение на этом острове вызовет достаточно широкую гневную реакцию в том числе из движения не присоединения и делая подобного рода заявления министр внутренних дел франция он как бы играет на опережение для того чтобы азербайджан как один из сейчас сопредседателей движения не присоединения не скажем не мобилизовал бы реакцию протеста в отношении поведения франции вот в чем суть этих действий но напрасны эти ожидания я полагаю что азербайджан свою роль и свою функцию в этом смысле будет делать независимо от того какие нам извините рожи будут корчить из парижа то есть хуже наши отношения уже не станут потому что уже дальше некуда спали за вряд ли там хуже но политически каждый должен нести ответственность за свои действия ясно но я бы просто сказал очень коротко да вот желательно чтобы франция занималась своей историей желательно было не занимаются вот но желательно было бы и честно говоря вот то что они творили в алжире то что потом уже произошли вот неприятные события скажем в тунисе это же все это же все было совсем недавно с точки зрения истории да вот ну конечно нам очень даже неприятно что после появления у власти такого человека как макрон наши отношения спортились я бы сказал окончательно да это не по нашей вине скажу честно макроновского периода будем надеяться на я честно говоря очень даже жалею о том что вот вот так все пошло дело в том что мы рассчитывали на то что это одним из хороших скажем партнеров европе азербайджана будет все-таки франция но к сожалению макрон сделал все возможно чтобы спорить наши отношения мы принципе он этого добился скажем так ну то чтобы в дальнейшем мы увидим я повторюсь наверное да вот более резкие движения со стороны всех угнетенных народов которые так или иначе сегодня находится под оккупации я бы сказал так французских властей каждый народ имеет право на свободу скажем так а 21 веке особенно те народы которые живут за пределами франции как вы сказали там но более чем 13 тысяч километров они как раз таки имеет полное право но дело в том что великобританцы британцы скажем тогда вот когда они какой-то степени даже добровольно отказывались от своих замуж я извиняюсь сми сегодня это особо подчеркали в отличие от франции британия да да более как раз таки про это я говорю да вот они же добровольно же отказались от этого то есть они поняли историческую необходимость и они принципе принимали правильные решения почему франции скажем так вторую скажем оплоту демократии как они говорят в европе этим не заниматься вот как раз таки я думаю об этом стоит подумать и было бы желательно если бы они как раз таки все свои мысли вот направили вот в это русло но будем надеяться рассмотрим это у меня будет вопрос напрямую связанный с вашей парламентской деятельности непосредственно что вот глава мвд он говорит о сделке да я посмотрел они там немножко ну что же это могло быть в качестве одного из вариантов они подразумевают меморандума сотрудничества между парламентом азербайджана и конгрессом новой каледонии это мы знаем в баку есть не ошибаюсь 18 апреля буквально в апреле это было здесь подписано это я посмотрел мира милан цель меморандума развивать межпарламентские связи более-менее это стандартный документ который азербайджан и другие страны подписок вот могли этот документ стать новой источником вдохновения для кого-то в новой каледонии толчком чему-то что вот это все произошло вот это как-то будет ну толчком стало то что французы если раньше для того чтобы избираться в парламент вот этой территории нужно было значить только те которые были вот соответствии с соглашением по моему 88 89 года а все остальные которые прибыли и правом избирать и избираться парламент местный ними не обладали теперь значит французы изменились значит решением собственного парланта в париже что все кто живут 10 лет плюс на острове обладают этим правом но это означает что коренное население который и так уже стало ну скажем не не потеряла как бы подавляющее большинство стало меньшинство вообще окажется на обочине политической жизни собственного острова так что с больной головы на здоровую опрокидывать проблему не надо но с другой стороны это надо иметь вот такую ну скажем ну не хочу грубо слова говорить значит парламент франции имеет группу дружбы с так называемым арсахом и это делается на протяжении уже там я не знаю десятка в лет они принимают принимали у себя парламенте значит давали им и сепаратистов который с танками с оружием захватив не только значит территорию нагорного карабаха но еще оккупировали значит семь территорий а вокруг и изгнали более полумиллиона человек с идеей техническую чистку сделали они и позволяли себе подобного рода действия их там какие-то пекрессии и прочие значит какие-то политики значит суются без спроса азербайджана на территорию азербайджана в карабах имеют наглости попрекать нас тем что наш парламент значит и заключил к там подписал какую-то декларацию бумагу значить с парламентариями из новой калейдоне вот отношения но я думаю что говорят пусть говорят ничего не этим изменить не в состоянии азербайджан как оказывал политическую поддержку борьбы коренного населения калейдоне за свое самоопределение так и будет оказывать эту помощь ясно вот эти наши 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 мы же видим вот это люди приезжают из новой калейдоне поддерживаем какие-то мы видим на их акциях иногда флаги азербайджана и тогда вот эти наши отношения общение с этим ее могло как-то вот вдохновить там этих людей в какой-то степени конечно это могло быть в какой-то степени сказать что напрямую это идет подпитка от нас это как это степени даже неправильно дело в том что мы всегда ратовали за справедливые отношения вот между людьми вообще в мире да вот мы мягко говоря мы всегда выступали за мир во всем мире есть на то пошло а с другой стороны вот те события которые на сегодняшний день происходит вот в этих территориях да вот дело в том что это же лаконичные события да там же конкретно есть требования со стороны вот население который там живет к властям франции нужно просто прислушиваться предметный разговор конкретно там это же лака лака не послали полицию до полна не то что полиция не туда даже вот если войска отправили уже части там даже какой-то прошла такая информация что чуть ли не части французского иностранного легиона там оказались зачем там и так так мало населения есть на то пошло там чуть ли не на каждого человека там уже получается одному вооруженному человеку да это же не вот так разговаривать со своим населением это просто не дает его своим ну а с другой стороны вот я кара по поводу того примера да вот то что как британцы поступали они живут трезво оценили ситуацию я думаю что сегодняшнем мире как раз таки нужен политик который в состоянии трезво оценивать ситуацию на местах но они далеко находятся от франции с точки зрения даже от элементарной логистики да вот во время доставить туда что-то даже элементарно переброска войск это тоже занимает очень много времени вот я думаю что вот властям франции как раз таки над этим нужно хорошенько подумать то что азербайджан как вы говорите что подпитка и так далее но они обвиняют нет но обвиняет одно но можно сказать все что угодно дело в том что такой документально какие-то таких фактов нет но только мы знаем что они вот присоединились богинской декларации пожалуй все с другой стороны вот конечно меня немножко вот те события которые происходят нашем регионе они вот какой-то степени говорит о том что обнадеживает меня вот перспективе тиса события которые могут произойти в нашем регионе это подписание мирного договора с арменией да вот я думаю что после всего этого наверное французы угомоняться я так думаю да как раз таки будут новые исторические реалии в наших территориях и как раз таки исходя из этого как раз просто по крайней мере я так думаю и даю какой-то определенный прагноз на будущее что французской власти угомоняться ясно еще пара вопросов об этом перейдем к другим темам вот используется иной раз ну понятно их сми и так далее в отношении тех людей которые сейчас вышли на акции протеста и вот они приобретают более конфронтационный характер фразу сепаратисты они на своем родном острове у себя насколько приемлемо во первых использовать слово сепаратисты в отношении коренного населения острова которая вот защищает свои права и еще один такой момент ведь быть быть если бы что-то такое вообще происходило рядом с нами да в нашей географии в европах вот европейский союз он сразу выставили мы знаем на чей стороне был бы европейский союз там не избивайте не так далее и там подобное а вот здесь вы ожидаете что европейский союз в отношении франции ну как франция рядом франция ведущая страна евросоюза что-то они скажут не скажут или так и продолжит молчанку играть как обычно двойные стандарты где это уже не а из грузии говорят о том что за время акций в грузии значит 20 человек было задержано и тут значить и европейские парламентарии там человек по-моему 30 или 40 тусуются министры иностранных дел там шести или семи государства да сейчас прилить приехали и общем и идут и в угрозы санкциями и прочие вещи соседние армении говорит во время этих всех ну там акции протеста 170 человек было задержано и в общем по отношению к нему и грубости все остальное и это союзник вообще-то россии его дкб и евро зэс там и прочие вещи и что-то от европейских не парламентариев ни одной из одной структуры никаких значит возражений протестов ничего вот вам и отношения конечно же вопрос новой калидоне вряд ли прозвучит не в стенах европейского парламента мы ничего не услышим с жозеф барреля который в общем любит поучать азербайджан что хорошо что плохо что надо вообще делать или не делать но тут я думаю что скорее всего промолчит так что но и удивляться этому не следует да а насчет сепаратизм можно ли вообще-то сепаратизмом называть да нет я еще раз повторю это территория официально списке территории которые подлежат деколонизации и в этом смысле говорить об их сепаратизме с абсолютно неправильно это поведение франции которую вместо того чтобы свое время значит дать независимость этой территории значит там искусственно изменила демографический баланс объявила свою заморской территории и теперь говорит что вот мы проводим референдум и население не хочет отделяться франции ни о каком сепаратизме есть говорить не приходится да там они с точки зрения населения изменение демографии поработали вы как думаете вообще вот с точки зрения реакции европейского союза ну и попыток представить честно говоря вот вспомнил вот эту поговорку то что позволительно юпитеру то не позволительно бы куда вот франция вот думает что то что они могут себе позволить примерно такие же шаги не могут себе позволить другие государства особенности если эти государства является постсоветскими государствами частности вот тюркскими государствами и так далее но конечно тут сепаратизмом даже не пахнет раз нам очень правильно сказал дело в том что люди там живут и это их дом скажем то есть они там мы жили раньше чем и там французы там оказались чуть позже скажем тогда вот то что уже есть какие-то конкретные законы на которых они должны ссылаться есть такие структуры международные которые какой-то степени даже обязывает францию чтобы предпринимать конкретно радикальные шаги в этом плане в этом направлении даже да вот как раз таки француз уклоняется от всего этого ну я бы сказал очень коротко и очень ясно это право этого народа и они я думаю что будут своим правом пользоваться до конца но по крайней мере мы здесь в азербайджане это видим так а такая вот ситуация на сегодняшний раз мы вы сказали по поводу массовых акций в армении мы немножко отвлечемся от новой калейдонии франции там этот архиепископ который все это дело возглавляет вроде то ли не возглавляет то ли с кем-то советуется то не советуется он говорит что итоги встреч комиссии по делимитации не оставили другого выбора как кроме как скорейшего отстранения действующие власти в армении это говорит архиепископ баграт галстян он так реагирует на всякого рода заявление которое делает вот эта комиссия которая занимается делимитации демаркации с азербайджанский с армянской сторон я бы все-таки хотел бы узнать ваше мнение перейдет он тут от слов все-таки к делу потому что он в первые часы акции в ереване еще несколько дней ранее он говорил что дает пашиняну час но пашинян то ли этого не заметил то ли ему не сказали об этом пашиням все еще в кресле едет там за рубеж время не так пошло это чувствуется что он их не замечает по большей части можете замечает но как бы не как вы думаете чем это может быть закончено вообще какое развитие увидеть я думаю сдулся этот протест ничего в них не получается у них в принципе единственные действия не инструмент в том чтобы инициировать новые выборы это вся оппозиция складывает свои мандаты и парламент становится недееспособным должен в таком случае никол пашинян стать его премьера и там должны пройти новые выборы но они за свои мандаты держатся они этот шаг не принимают а все остальные действия попытки мобилизовать начать ну они считают что надо хотя бы 100 тысячную массу вывести на площадь но даже по и самым таким преувеличенным оценкам они 30 тысяч на пике им удалось собрать власти говорят о 15 18 тысяч а сейчас несколько тысяч больше они собрать на свои мероприятия не в состоянии поэтому сейчас они пытаются организовывать ну различного локального рода действий в мусорные ящики вытаскивают на середину проезжие части улицы и этим пытаются ну в общем помешать движение привлечь к себе внимание ну и полиция вмешивается и приводит их в чувство я думаю что протест который организовывал этот поп по скажем за деньги роберта качаряна а он сдулся по поводу мусорных баков это мы замечаем уже для такая народная забава там могут играться с этим мусорными баками но вы считаете то что они не хотят вот таким образом пойти на внеочередные там нельзя выбор или что-то такое это все-таки но вроде как протесты вроде как они говорят что у пашиняна рейтинг не такой как раньше они даже в этом не уверены что вернуться в этот парламент хотя бы в те же самые кресла ну проводились опросы и они показывали сюда рейтинг никола пашиняна ну снизу у нее было время заоблачных 60 70 процентов был сейчас 18 процентов ну для сравнения у роберта качаряна 2 процента у сержа сарксиан 1 процент ну и что они понимают что на любых выборах они просто не попадут парламент потому что не преодолеют избирательный барьер один момент я бы хотел особенно говорить и дело в том что если армянское общество готово к миру вот я думаю что они все таки дадут какие-то конкретные сигналы целом да вот и своим властям и так далее но дело в том что вот те самые люди которые настроены все таки агрессивно да вот я думаю что их время уже действительно ушло так или иначе более-менее сегодня пашинян представляет из себя более-менее бы сказал так адекватного политика который состояние оценивать реалии современного мира и оценивать возможности своей страны и возможности и в экономическом плане и в политическом также военном плане что они могут делать вот дело в том что те варианты которые азербайджан свое время долгое время предлагал армении в итоге мы как бы уже шаг за шагом идем в этом направлении да чтобы заключить мирный договор это все-таки приводит определенной части в армянском обществе то есть развлению вот они вот реально состояние оценивать возможности азербайджана на сегодняшний день первым делом а с другой стороны почему их все меньше и меньше становится они осознают без исходной своей ситуации в каком плане вот дело в том что война не проиграли мощную армию как они говорят создать не в состоянии экономика хотя и показывать какой-то рост но если так в целом взять она не в состоянии хоть каким-то образом конкурировать экономика азербайджана а с другой стороны давайте еще не забудем про то что людские ресурсы возможности материальном плане возможности подготовки войск и так далее то есть в этом плане азербайджан любой момент может себя вести немножко по-другому если они вот как раз таки будут себя вести неадекватно а вот как раз таки события последних времен показывают что те лозунги которые они вот вот в своем скажем так майдане вот говорят да вот они немножко вызывает недоумение вот люди которые обвиняют того же самого пошли я не говорю что он такой хороший дать по что-то в этом родине но дело в том что они его обвиняют в чем они его обвиняют в том чтобы он в том что он якобы отступил перед азербайджаном когда армия была в состоянии там вести там какие-то боевые действия там наступать и так далее люди просто потеряли чувство реальности понимаете в чем дело вот это самое вызывает много первым делом даже для меня много вопросов нежели ответов как вы же видели чем это все обернулось для вас и пашинья когда встречался с теми же людьми в тавужском районе он конкретно сказал что вы завтра можете мне сказать что мы люди сельские мы не соображали что мы говорили мы не знали реалий а чтобы тогда у меня спросить его же скажет вот вы же знали вы же видели реалии вот поэтому я предпринимаю такие конкретные шаги я думаю что общество какой-то степени в какой-то степени вот должна быть готова к этому не не должны они терять чувство реалии вот если они теряют чувство реальность и на сегодняшний день это обернется более большими последствиями для армянского общества, я так думаю. Очень коротко, я хотел бы одну вещь уточнить, понимаете, мы приходим к консенсусу о том, что как бы акцию особо не поддерживают, тут даже в СМИ... Ну, там есть определенная группа людей. Я вот поэтому и задаю, но какой-то вот раз за разом это происходит, вот внешний фактор каков там, ну, Кочарян, ну, Саркисян, окей, но внешний есть, вот кто-то подпитывает, раз за разом кто-то пытается это все-таки завести. Ну, внешний фактор это первым делом, ну, как всегда был, это армянская диаспора, это деньги армянской диаспоры, деньги тех людей, которые не живя в Армении, все-таки там деньгами подпитывают тех людей, которые могли бы, ну, держать протестное настроение в армянском обществе на виду, да, вот. Но это, конечно, очень плохо. Почему? Потому что мы неоднократно говорили, что на Южном Кавказе должен воцариться мир. И мы на это рассчитывали всегда и верили в то, что и даже Армения может стать какой-то степени хорошей экономическим партнером для Азербайджана. Мы рассчитываем на будущее, мы рассчитываем на добрососедские отношения с Арменией, мы рассчитываем на то, что после заключения мирного договора откроется Зангизовский коридор. Ну, как они его так называют, там называют, это уже для нас не важно. И это пойдет в пользу то же самое Армении. То есть, с точки зрения экономики, вот в этом плане, Армения будет просто выигрышей, да, вот об этом тоже нельзя забывать. Но, к сожалению, есть конкретные люди, которые каждый раз хотят тянуть, там, как гири, там, в ногах туда вниз куда-то, да, вот они обвиняют в этом кого угодно, да, только не самих себя. Вот те же самые вот люди, вот, в лице Качарьяна, Пашиньяна, других людей, они же сами довели армянский народ до этого состояния, до состояния нищеты, скажем так, до состояния ненависти к друг другу, да. Они просто воспитали в своих обществах образ врага в нашем лице. Ну, куда это годится? Ну, мы предлагаем сейчас совершенно другие варианты. Предлагаем все начинать с чистого листа. Если на то пошло. Это наша позиция, это позиция тех людей, которые сейчас протестуют там. Ну, будем надеяться, что они останутся в меньшинстве, а потом и вовсе, скажем так, поменяют свое мнение. Там другое сонанс. Там Роб Качарьян борется за то, чтобы остаться на свободе и сохранить, ну, наворованную собственность. Под конфискацию сейчас идет там работа около 50 миллионов долларов. Его собственность должна пойти. И Роберт Качарьян знает, что пока его партия в парламенте, пока Путин в Кремле, значит, он еще может оставаться на свободе. А вот после 1926 года его не будет ни в парламенте. Неизвестно, будут ли его покровители в Москве. Он сядет надолго. Поэтому они понимают, что парламент через выборы нельзя. Надо до выборов любым образом свалить Пашиняна, захватить власть, а уже имея власть, сфальсифицировать выборы и пролонгировать ее. Так что там игра идет за спасение собственной шкуры и собственных денег. Ну, вы как раз сказали про Путина. У нас не было, во-первых, возможности поговорить с вами об этом. Ну, и в целом, иногда, понимаете, когда события происходят, какое-то время проходит, и вот как-то лучше понимаешь, что произошло. Очень много ажиотажа было вокруг вот этой встречи Пашинян-Путин. Российская сторона говорила, что расставим все точки над «и» и так далее. Ну, вернулся результат, я сейчас не буду рассказывать, что там в СМИ все читали, видели. Но вот у вас есть, понимаете как, а это было представлено так, что произойдет тектонические изменения какие-то, или туда, или сюда. Вы вообще что-то замечаете? Я, честно говоря, вот читаю, сравниваю. А что поменялось-то? Что сейчас есть такого, чего не было, допустим, 7 мая за день до встречи? Вот что произошло-то вообще? Это мне? Да, да. Или Пайк Мэлли? Нет, Расим Мамбал. Насколько я могу судить, Москва занимается сейчас только одним вопросом – Украина. Все остальные проблемы она хочет поставить на паузу. В том числе и проблемы, которые есть с Арменией. И в Москве считают, что решат вопрос с Украиной в значительной степени, если в свою пользу. Грубо говоря, разберемся с остальными маленькими вопросами и неприятностями. Пока поставили на паузу. Вот и все. Поэтому ничего ожидать от этой встречи. А вот движение Пашиняна по поводу Запада и так далее, они вот это тоже поставили на паузу? Или они решили не замечать? Да, конечно. Ему сказали, не делай резких движений. Пашинян не делает резких движений. Да, отказался участвовать в работе ОДКБ, финансировать бюджет. Но вместе мы ему, видите, кинули 100 миллионов, как говорится, на клюв для того, чтобы бюджет свой немножко поддержать. И сказали, что не делай резких движений, там посмотрим. Вот на этом и разошлись. Я дополню просто. А это из Брюсселя, из Вашингтона вообще не видно? То, что вот так развивается картина? Нет, ну почему не видно? Видно. Вот опять-таки, да, вот есть какие-то моменты, в которых они идут на уступки Армении, да, оценивая реальность ситуации на Южном Кавказе. Дело в том, что Россия на Южном Кавказе была, есть и будет, как бы они этого хотели или не хотели. Но Армения в этом звене как раз-таки занимает определенную конкретную ключевую роль, скажем честно. А то, что в Армении сейчас находятся российские войска, я уже не буду говорить о том, что они охраняют границы и так далее. Да, то, что они с 1 августа уходят из аэропорта Звартноц. Да, вот, кстати, уходят. Да, уходят. Многие говорили, что это блеф. Ну, в принципе, если так по большому счету взять, это для России никогда не носило, скажем, жизненно важное значение, будут ли в аэропорту стоять их пограничники. Ну, знаете, столько лет... Тридцать пограничников там, да. Ну, столько же лет они там были. Да, ну, что это даст России, да, скажем так. А то, что они будут охранять границы, они будут охранять границы. Кстати говоря, об этом и прошла информация, что российские войска будут охранять границу Армении с Ираном. Но это как раз-таки тоже немаловажно. Ну, так они останутся там. Останутся там, и они будут его охранять. Я больше чем уверен, что они будут там для того, чтобы обеспечить безопасность Зангизовского коридора, если на то пошло. Ведь дело в том, что с точки зрения чисто экономически, да, вот, Южно-Кавказская железная дорога, которая, в принципе, принадлежит РЖД, российским железным дорогам, это же убыточное на сегодняшнем предприятии, ведь верно? Ну, как бы это такое. Да вот на бульваре паровозик бывает такой круглый, круглый. Ну, представьте себе, да, вот, то же самое там. Нужно его сделать рентабельным. Если на то пошло. Политика – это своеобразное продолжение экономики, если на то пошло. Вот сейчас каким-то образом нужно вытаскивать Армению, вот, как раз-таки из убыточности, да, вот, скажем так, чтобы она хоть каким-то образом приносила хоть какую-то прибыль России, скажем. То же самое Росатом на сегодняшний день в Армении, да, вот они же купили там Мецамор АЭС. Убыточное предприятие – убыточное предприятие. РЖД – Южно-Железная Кавказская дорога. Убыточное предприятие – убыточное предприятие. Возьмите то же самое РАОЕС в свое время покупала там электрическую сетку Армении. Убыточное предприятие – убыточное предприятие. Но хоть каким-то образом на этом нужно делать деньги. А с точки зрения логистики, с точки зрения того, что Россия в дальнейшем планирует переброску чуть ли не 60 миллионов тонн грузов по маршруту север-юг в сторону Индийского океана, также в сторону Турции. Кстати говоря, вы наверняка знаете об этом, что вполне реально, что российские грузы попадут через Сан-Гезурский коридор в сторону Турции, попадут в такие порты, как Мерсин, как Искандерун. Дело в том, что на это они рассчитывают. И в этом плане идет очень большая работа. Почему бы армянской стороне к этому не готовиться? То, что вы говорите, что изменилось. И по большому счету, да, это особенно незаметно. Но дело в том, что россияне там как были, так и остались. И останутся. Я больше, чем в этом уверен. Я не думаю, что так быстро мы увидим, что Россия уйдет из Армении или Армения уйдет из поля зрения России. Вы понимаете, как это не наша позиция была. У нас и подключаясь российские, это их позиция была. Это они говорили, что они до 7 мая посмотрят в глаза и что-то скажут. Вот это нереально, чтобы так Армения взяла и сразу ушла от России. Этого не произойдет. Я больше, чем уверен. Ну, время покажет. Время покажет. Расимарин, вот то, что Файкманин сказал несколько раз по поводу Зангизурского коридора. Дело в том, что там представитель Еврокомиссии в Армении была, Адриэн Кирали. Она выступала в Армении. Она сказала, что нормализация армяно-азербайджанских отношений очень важна, потому что она способствовала бы открытию региональных транспортных коммуникаций между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Арменией. По ее оценкам, российско-украинский конфликт привел к разрушению существующих торговых отношений, а также к подрыву глобального мира и стабильности. Это создало необходимость, вот она говорит, скорейшего развития торговых путей между Европой и Азией, которые обходили бы Россию. Ну, во-первых, Россия, а разве это региональные транспортные коммуникации, они закрыты, вот через по связке Азербайджан-Грузия, это, ну, не сказать, что закрыты, это же работает, Азербайджан и Грузия в этом смысле сотрудничают. Не получается ли так, что еврочиновник в данном случае дает Армении понять, что вот именно в контексте Зангизурского коридора, что если, как бы, вы, если не идете на уступки, если не идете на соответствующие шаги, то вы, как бы, вы, то есть она заботится об Армении в данном случае, говоря это. Ну, не только об Армении, они, вообще-то, заботятся и о своих интересах. Для них, например, эту логистику, ну, армяне же предлагают, чтобы эта казах и дживан дорога открылась бы, и оттуда, значит, грузы через Армению шли бы на Турцию. Им кажется, что, а почему бы и нет. Иран их в этом смысле волнует меньше, потому что эта дорога на Иран не открывается в таком случае. Ну, а Зангизурский коридор, ну, не могут они сказать, что не надо ее открывать. Единственное, что американцы против того, чтобы, ну, прокладывать ее через территорию Ирана. Уже если открывать, то открывать его по старому маршруту, через Мегри, по армянскому берегу Аракса. Так что, в принципе, надо решать, а не говорить. И мы ведь, в общем, на будущий год, по-моему, ну, уж если не получится до конца этого года, на будущий год выйдем на Агмен, то есть на границу с Арменией. И армяне, в общем, должны к этому времени уже принять все решения, подготовить палатно, начать восстанавливать мосты, тоннели, станции. Это где-то все тоже работа. И хотя они завышают стоимость этой работы, как говорят, каких-то 200 миллионов долларов, потому что был проект специальный, насколько я знаю, лет 10 назад все это обсчитывалось, в том числе и экспертами из Армении. И, в общем, называлась гораздо, ну, скромнее сумма, где-то в пределах 65-70 миллионов евро. Так что, в общем, это не такая уж большая работа, просто нужно принять решение и начать работать. Мы ждем от Армении, ведь, в общем, как будто бы, как будто бы, значит, в Алмате, и в этом вопросе определенное сближение позиций наблюдается. И если ведь надо немножко все же разделять безопасность обеспечения и контроль. Контроль обеспечивают в данном случае, значит, ну, какие-то службы и таможенные, и пограничные тоже. Ну, если безопасность, армяне говорят, да, безопасность по линии этой, значит, ну, российские пограничники там стоят, но на входе и выходе должны быть наши. Ну, там как будто бы есть и другие схемы, связанные с привлечением каких-то, ну, иностранных компаний, которые будут осуществлять, ну, вот эти, как бы, процедуры регистрации, там, разрешительные какие-то документы рассматривать и прочие вещи. Если удастся сблизить позиции, мы ждем от Армении не просто разговора, а с тем, чтобы принимались конкретные решения, связанные с началом восстановления железной дороги через Мегри. Если очень коротко, Расимов, я, честно говоря, из вашего ответа не понял, вы оптимистично настроены или пессимистично? Вот такая серединная линия получилась? Я все же оптимистично. Я полагаю, что деваться им некуда, а эта дорога будет восстановлена. Ну, в принципе, Расимов, абсолютно прав. Дело в том, что и расстояние-то не очень большое, где, например, 36 километров, это для нас учитывают... Нет, железная дорога 44. 36 – это короткий вот путь, но там автомобильные дороги... Ну, я думаю, что они могут сделать новые дороги, учитывая возможности наши дороги. Так они даже не начинают проблему. Вполне возможно, что Азербайджан в этом плане им поможет. Я так предполагаю. Вообще-то расстояние маленькое. Мы можем тоннель даже сделать. Мы сейчас строим тоннель в сторону Кельбеджара, 12 километров. Да, бывают. Мало, но есть такие. Треть этой дороги, да, что там строить. Я действительно рассчитываю на то, что этот коридор будет открыт. Но как они его назовут, это уже вторая часть вопроса. Дело в том, что есть вот все предпосылки. Я больше чем уверен, что когда будет уже готова вся инфраструктура до поселка Агбент, я думаю, что уже конкретно мы увидим результаты, что эта дорога уже тоже будет постепенно то ли строиться, то ли уже откроется к тому времени. Вполне возможно. Пока ничего конкретного. Но смотрите, очень коротко. Расима им сказала позиции Соединенных Штатов. Там действительно я несколько раз сталкивался, что они каким-то странным образом реагируют. И вот этот печально известный О'Брайан говорил в таком же ключе, что через Иран не надо. И вот эта позиция Европейского Союза, что те должны открываться и так далее. Это хорошо и так далее. А вот вы видите, будь то со стороны Вашингтона и Брюсселя, ну вот какая-то попытка вразумить Армению в этом плане? Потому что они говорят там типа суверенность и так далее. Ну это как бы разговор ни о чем. Ну когда этот вопрос поднялся, ну в принципе мы сейчас строим эту дорогу через Иран, если на то пошло. Там строительные работы ведутся по сей день. Они же не остановлены. Дело в том, что это же был альтернативный вариант о Зангизурском коридоре с территории Армении. В этом плане после того, как мы начали это строить, в Армении появились люди, которые говорили, что что такое, почему Азербайджан строит коридор, а что будет с Зангизурским коридором через территорию Армении. То есть адекватных людей, честно говоря, вот я так сидел, смотрел, ну о чем они говорят. Они одно дело говорят, что нет, ни в коем случае открыть нельзя, это будет турецкий коридор и так далее, коридор для тюркских стран. Да, очень такое. А с другой стороны говорят, ну как же так, они строят этот коридор через Иран, о каком мире они говорят. Те же самые политики, которые сперва говорили одно, потом уже начали говорить совершенно другое. То, что вы говорите насчет Америки, это вполне возможно, но есть армянские политологи... Вполне возможно, что? Вразумят Армению? Вполне возможно, что да. Вполне возможно, что да. Потому что Америка, как бы там ни говорили, что бы там ни говорили, все-таки заинтересована в том, что в Южном Кавказе все-таки царился мир, и при том надолго. Как ни парадоксально этого хочет и Россия тоже. То есть в этом плане, то, что касается больших планов Южного Кавказа, то, в моем понимании, интересы и Америки, Соединенных Штатов Америки, и Евросоюза, и Россия, они совпадают. Да, хотят они, а устанавливает мир все-таки Азербайджан. Уважаемые гости, огромное вам спасибо за участие. Я напоминаю нашим зрителям. Все это время в студии наши вопросы отвечал депутат парламента Азербайджана Расим Мусаберку. Спасибо, большое спасибо. А в студии с нами общался руководитель аналитического отдела АС-ТВ, заслуженный журналист Азербайджана Фай Гусей, вам тоже большое спасибо. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала СИБС была общественно-политическая передача «Актуальна сегодня». Я и ведущий Санан Заев. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»